всем привет сегодня я расскажу о самых опасных вирусах которые встречались в последнее время вирусы естественно компьютерные потому что канал у меня компьютерный ну и что ж поехали первое о чем я хочу рассказать это вирус конфигер с которым лично я даже имел дело и я лично очищал компьютеры данного вируса очень поганый вирус потому что он заражал все на своем пути и строение у него было червь значит вирус конфигер был компьютерным червем поражающим операционной системы microsoft на то время это было xp vista и семерка вирус появился в 2008 году его чрезвычайно трудно было обнаружить потому что он заражал все диски флешки подключаемые устройства к компьютеру вплоть даже до принтеров это зараза заражала после заражения червь связывает компьютер в botnet так называемые зомби компьютеры которыми может управлять создатель данного вируса вот на это такая сеть из компьютеров которые может выполнять определенное распоряжение создателя вируса и могут например валить очень довольно таки крупные сайты для того чтобы потом требовать деньги с этих сайтов и соответственно владелец данного вируса зарабатывал в основном на том что у него были целые фермы botnet сети вот следующая следующий вирус о котором я хочу рассказать это шторм ворм вирус суть практически та же что и у конфигера одно единственное но что он распространялся не так быстро и не так жестко как конфигер вот и в основном он распространялся через электронную почту в электронной почте чаще всего были файлы типа яр или док и соответственно через эти файлы открываете файлы компьютер заражался данным вирусом и вирус уже мог использовать ту почту через которую он попал на компьютер из данной почты могла вестись спам рассылка а также с данной почты могли рассылаться письма с этим же самым вирусом кстати думаю что у многих кто немножечко постарше такая проблема была что вот ой у меня взломали почту из моей почты кто-то моим друзьям рассылает письма которых я не рассылал так вот это был как раз вирус шторм ворм вот но мы едем дальше и следующий вирус о котором я хочу сказать это вирус чих а очень много о нем ходила слухов на самом деле в ру язычном сегменте об этом вирусе знают как об вирусе чернобыль и этот вирус якобы полил полностью компьютер полил процессор полил материнскую плату на самом деле ничего такого не было данный вирус появился в 1998 году и был придуман по моему тайваньским разработчиком программного обеспечения изначально вирус задумывался для того чтобы показать остальным что есть уязвимости в биосах операцию в биосах материнских плат которые тогда использовались и соответственно что делал вирус он просто выводил из строя биос а проще он просто затирал биосы соответственно после затирки биоса компьютер не мог стартовать ни одно периферийное устройство и все остальные устройства не могли запуститься без биоса и соответственно компьютер просто переставал работать но исправить это было легко биосу подключался программатор перепрошивался bios на те настройки которые у него должны быть и компьютер продолжал работать так что миф что данный вирус тупо полил полностью все все детали и они сгорали и потом с ними ничего сделать нельзя было это все миф но мы едем дальше и следующий вируса которым я хочу рассказать это миру вирус мелиса который довольно таки сильно нанес ущерб американскому фбр вот сделали его в 1999 году распространялся он через электронную по почту в принципе он был очень похож на тот же самый чих и который чернобыль у нас называется нанес довольно таки большой ущерб непосредственно фбр в районе 300 600 миллионов долларов вот какой ущерб нанес этот вирус в итоге того кто сделал данный вирус нашли посадили всего-то на полтора года в тюрьму и взяли с него штраф всего-то пять тысяч долларов то есть он данный вирус нанес ущерб на 300 на 600 миллионов а штрафик у него был всего-то в 5 косарей но едем дальше и одно из самых известных в рунете вирусов ну и наверное для многих один из самых опасных это винлокер троян винлокер который блокирует или рабочий экран или же на точнее рабочий стол или же блокирует доступ к браузеру вот то есть много различных вариаций было данного вируса в основном это какие-то баннеры или порно баннеры на весь рабочий стол то же самое могло быть в браузерах ты соответственно ничего нельзя было с этим делать первый раз появился данный вирус где-то в районе 2007 года вот и тогда у всех начались проблемы даже помню момент когда я еще сам лично занимался ремонтом компьютеров ко мне позвонил один пацанчик и говорит такой у меня на компьютере на весь экран дяденьки и тетеньки что-то там нехорошее делает если мама увидит она меня убьет приедьте пожалуйста сделайте что-нибудь с этим вирусом потому что типа это не я я никуда не заходил ни на какие сайты и ничего такого не делал но вот в итоге я поехал сделал этому пацанчику компьютер вот он был на седьмом небе от счастья потому что мама с папой не узнали о том что он словил такой веревок но реально если бы они это увидели и он реально был не виноват потому что он его словил элементарно через какой-то там экзешник для трейнера игры они бы ему конечно вставили ну и большинство из нас знакомы с этим вирусом потому что до сих пор данный вирус очень хорошо развивается и все еще у многих блокируют рабочий стол но мы едем дальше и следующий вирус о котором я хочу вам рассказать это вирус кодред появился он 2001 году вот был разработан китайцами кстати хочу сказать насчет того что большинство каких-то таких глобальных верей которые были придуманы они все были разработаны китайцами обратите на это внимание червь распространялся через браузеры и в основном заражал сайты а вот если вы попадали на какой-то зараженный сайт то ваш браузер становился тоже зараженный и переходя на другие сайты которые вы открывали вы могли заразить сами эти сайты грубо говоря вы были подельниками в распространении данного вируса по итогу данный вирус был распространен на по-моему четыре тысячи ой на четыре сотни тысяч серверов по всему миру в том числе данный вирус заразил веб-сервер белого дома и принес ущерб вообще по всему миру в 2 и 6 миллиарда баксов огромный ущерб при заражении данном вирусе на многих сайтах была надпись взломан китайцами то есть или же сайт был просто полностью переведен на китайский язык и вел на какие то интересные китайские ресурсы ну а мы едем дальше и следующий у нас вирус это собик f это одна из модификации вируса собика по моему 6 до 6 модификация данный вирус начал свою жизнь в 2003 году распространялся он через электронную почту после того как вы открывали письмо с данным вирусом данный вирус посылал копии всем своим контактов со списков контакта из компьютеров то есть всем вашим контактам опять таки рассылался спам с этим же самым вирусом без вашего ведома а это был один из самых быстро распространяющихся вирусом в истории потому что каждый кто открывал данное письмо он получается отправлял еще целой кучи своих друзей и знакомых рабочих и так далее этот же вирус в общем в течение первых 24 часов данный вирус заразил миллион компьютеров а что говорит что происходило дальше дальше количество зараженных компьютеров увеличивалась с арифметической прогрессии но в итоге потом через несколько месяцев все люди стали очень аккуратно относиться к тому что приходит к ним в письмах и соответственно данный вирус немножечко потерял свою актуальность но мы едем дальше и опять таки один из самых поганеньких вирусов которые сейчас даже есть в рунете это вирус шифровальщик по у нас он называется шифровальщик а реальное его название ransomware вот занимается данный шифровальщик чем он шифрует личные файлы и папки с какими-то личными документами с фотографиями и так далее то есть все что можно найти вашего личного зашифровать он это все шифрует в архивы которые потом расшифровать невозможно без определенного ключа и засовывает все ваши файлы в архивы потом вымогает из вас деньги чтобы вы заплатили за то чтобы расшифровать какие-то ваши личные файлы насчет того как расшифровать файлы совершенно бесплатно я рассказывал в одном из своих предыдущих видео поэтому посмотрите его и в процентах 99 случаев вы легко сможете восстановить зашифрованные этим вирусом файлы но если у вас конечно же такой вирус был появился данный вирус в 2013 году так вот особо начал расти и одно из интересных моментов так это то что всего за первые три месяца распространения мошенникам которые придумали данный вирус они смогли заработать 27 миллионов долларов сша то есть грубо говоря по 10 лямов в месяц на своем детище ну а что говорить уже после того как эти три месяца прошли и начали продолжаться заражение вот многие поначалу под дурости отсылали деньги но в итоге даже если отошлешь деньги то расшифровать файлы не получится потому что они просто не присылают коды расшифровки вот и все мы едем дальше и следующий вирус который о котором я хочу рассказать это майдон майдум точнее если правильно читать по-английски данный вирус является самым быстрым по распространению компьютерным червем в истории пока что его никто не побил по скорости распространения и кроме того даже сегодня еще никто не знает кто сделал этот вирус что из себя представляет вообще данный вирус обычный текстовый файл в котором в исходном коде написано привет я эдди и я просто делаю свою работу ничего личного извините то есть вот такую вот отмашку написал создатель данного вируса вот в конце 2004 года в конце января в течение 24 часов с момента запуска вируса вирус заразил миллионы компьютеров по всему миру распространялся он тоже уже как обычно по электронной почте данный вирус создал огромный ботнет который даже мог валить такие сайты как сайты microsoft и google то есть там то очень мощная защита от различных ботнетов но все равно в итоге ботнеты с данным берем позволили владельцу улаживать на лопатке такие гигантские сайты как google это конечно очень впечатляет но и поэтому данный вирус в моем личном рейтинге занимает второе место насколько я знаю насколько я подготавливался данный вирус нанес по моему что-то в районе 40 миллиардов долларов ущерба по всему миру от действия данного вируса но и последний вирус о котором я хотел рассказать это вирус станцнет и соответственно он не вредит обычным компьютерам но я поставил его на первое место потому что благодаря этому вирусу можно уничтожить не только компьютеры а и вообще людей в принципе что за вирус такой вирус на самом деле заражает только какие-то определенные компьютеры которые используют в работе например специальные алгоритмы для того чтобы например работать на электростанциях на гидроэлектростанциях на различных предприятиях где используются или каким-то образом предоставляется для населения услуги подачи каких-нибудь коммуникаций то есть например на электростанции мы получаем свет например на водозаборники мы получаем воду и так далее в крупных странах в развитых там очень много всего компьютеризированного соответственно вирус попадая на данные компьютеры которые управляют всеми вот этими системами там подачи электричества подачи водоснабжения и так далее он может изменять их штатную работу а это соответственно может привести к таким проблемам например как если компьютеры электростанции будут заражены то к примеру на атомной электростанции данный вирус может остановить турбины или же подложить температуры охлаждения и из этого всего может получиться ядерный взрыв то есть как бы рассказывать подробно об этом я не буду но суть в том что данный вирус грозит не только компьютером данный вирус может грозить людям и это это очень опасно и это очень печально первый раз этот вирус стал известен в 2010 году его нашли иранцы на своей ядерной атомной электростанции насколько мне известно может быть на не электростанции может они там что-то хотели ядерное оружие какое-то придумать но не в этом суть суть в том что данный вирус потихонечку увеличивал скорость вращения ядерных центрифуг которые поддерживали завод и соответственно таким образом медленно их разрушал а при полном разрушении это могло привести к тому что могла быть утечка ядерного топлива и соответственно заражение всего в округе ядерным ядерным заражением грубо говоря как тот же самый у нас чернобыль поэтому вирус очень опасный ну вот надеюсь что я смог рассказать вам о самых опасных вирусах которые нынче у нас существуют если вам будет интересно я оставлю один комментарий под видео о том хотели бы вы узнать чем отличаются например вирусы трояны черви какие вообще есть типы вирусов в принципе сейчас на наших компьютерах если вы хотите об этом узнать я оставлю комментарий вы его лайкайте при достижении 200 лайков я тогда запилю видео о том какие бывают вирусы какие типы как они заходят на наш компьютер каким образом заражают его и так далее ну а на этом все всем пока до нового видео до нового видео